швейцария красота этот выпуск будет таким же красивым и я обещаю в нем не будет ни одной формулы кроме самой главной е равно mc квадрат мы 4 месяца работали над выпуском сразу бред в этом мире бытует сказка такая которую разносят по миру что е равно mc квадрат это какая-то красивая формула это какая-то очень очень важная форму тут арнольд даже академик носился что это супер ядерная формула на самом деле это попытка не связано объединить энергию массу в одну формулу потому что c квадрат это константа ну просто какое-то большое число когда у вас на первоначальном статусе не связано энергии масса вот вы их взаимосвязь не определил бытует у современной физики куча определения энергии открываешь энергия это иногда это то-то а одного внятного определения энергии нет когда ты еще на уровне первичных понятий не определился что такое энергия и пытаются понимая что это все в мире связано до энергия тоже как это связано и берешь игре что энергия это масса на константу и такие овечки как это красиво да то есть это стыд это стыд ничего эта формула не обозначает кроме каких-то очевидных вещей которых вы дошептать до осмысленной формулировки не можете молиться на эту формулу могут только идиоты эти идиоты образовали устойчивую группу сообщества фанатов эйнштейна релятивистов которые перехватили науку и завели науку в тупик они генерируют якобы научный продукт который не приводит никаким практическим результатом они могут только бредить что вот это похоже на нашу форму вот это похоже на выводы из наших форм мы можем наши формулы загнуть как угодно получить любой результат этот результат вставим туда-то туда-то ведем наши релятивистские поправки типа в кавычках слабоумные и какая-нибудь из них попадет вам нравится 6 попадет 6 нравится 8 мы досчитаем до 8 и попадет под поправка 8 мы так делаем потому что они даже ни один свой расчет не могут сопроводить интеллектуальным рядом вот осмысленным выражением мы поставили формулу такое-то значение потому что в этой формуле тут обозначает то то потому что нет этого ряда они не могут осенило блин инстейна и он увидел но не осенил он взял там другую похожую формулу которая была до него маленькой подкорректировал и все было это формула до него попытка то есть это полностью несвязанный бред на которые предлагаются молиться вот этот товарищ посмотрим кто это такое что там происходит чтобы рассказать о сложнейших теориях в мире простым языком здесь в швейцарии нашли последнюю недостающую частицу которую пророчили еще 50 лет назад а последние 20 за ней охотись это бозон хиггса бозон хиггса абсолютно выдуманная выдуманная хрена тень не существующая в природе под которые подгоняют что угодно они везде он им мерещится в общем так ничего они понять не могут на роль фундаментальной передачи взаимодействия не подходит другие формулировки по бозону хиггса их даже в голове держать невозможно какую-то хрень не придумывали про этот бозон хиггса в общем смысл такой вот наша вселенная у них не на макро уровне не на микро уровне не не сходится из-за того что модель модель построена на фундаментальных ошибках все взаимодействия вот это вот градация насильные слабые ядерные вот этот пакет бредов взаимодействий он некорректен с первичная век первичные вектора взаимодействия поставлены некорректно подмена осуществлена комплексного приталкивания на притяжение в результате этого всего у них не сходится ни вселенная на макро уровне не вселенная на микро уровне что происходит внутри частиц на первичном вот этом уровне до атомном уровне они вообще не понимают они вот там городицу вот эти сказочная версия и также как и в макро моделях нужна темная энергия черная дыры кротовые норы вот они ну коту нор так темная материя темная энергия также вот на микро уровне нужен бозон хиггса да они тут здесь сейчас написано массу да они инертно собираются ну это грубо говоря полная чушь никакая частица никакая дискретная частица не может обеспечить вам фундаментальное взаимодействие ни на каком уровне потому что если вы пытаетесь вести частицы дискреты то у вас вся вселенная вместо того чтобы иметь вид такой который мы привыкли превращается в заполненную жижей территорию объем такой заполненный жижей или картошкой ну чем угодно по которой вы не можете нормально не частицу запустить не тело переместить ничего сделать вы не можете потому что по вам же эту инертность надо для массы обеспечить для каждой единичной массовой вселенной до там постоянный поток частиц обеспечить эти частицы должны как минимум в встречных направлениях не пересекаться и так далее это невозможно это обычно вы пришли к старому древнему средневековому эфиру слабоумному до пришли к нему в двадцать первом веке нас вы выражаете это через бозон хиггса да то есть это полностью деградация мысли и туда под уклон скатывания скатывания в слабомыслие из-за простых элементарных ошибок которые вы стесняетесь вычистить вся наша вселенная на макро уровне сходятся по версии единого гравитационного поля через логику а единственный вывод адекватные что это фундаментально единственное взаимодействие все взаимодействия вторичный гравитационному полю и так далее все это в комплексе дает одну модель для которой не требуется городе жупел границы применимости вот здесь у нас одна теория вот здесь у нас другая вот здесь вот третья одна единая теория работает по всей вселенной и на макро и на микро уровне не надо вот этого всего бреда городить просто вернитесь на на старт ломоносова и мотайте вашу физику оттуда тем более половина работы уже проверен буду проделана вот это у нас вот такая вот ситуация то есть вот молодой человек очарованный очарованный адронным коллайдером сейчас приходит и рассказывает сказки про один бред рассказал как мне нравится этот бред эта формула эйнштейна а сейчас как мне нравится этот бред этот бозон хиггса то есть несмышленый детеныш что-то бредит вот рядом с лукой подпрыгивает чего-то андронный коллайдер когда он строился этот андронный коллайдер были полумные заявления в том числе академик рыбаков хлопотал своим языком что этот андронный коллайдер нужен для того чтобы доказать существование большого взрыва то есть вы даже на этом уровне у вас даже строился фундаментально андронный коллайдер чтобы заниматься бредом то есть вот это вот вся концепция она слабоумная то есть даже очень дорогостоящий прибор в руках группы идиотов или одного идиота или тысячи идиотов он бесполезен бессмысленно это направление с точки зрения развития цивилизации оно лишено смысла если вы не понимаете что происходит вот вы всем стадом теоретиков не понимаете что происходит вы не понимаете на уровне на элементарном уровне до на уровне первичных взаимодействий как работает вселенная потому что вас через учебники уже там с 54 года обманываю до 1954 вырастили несколько поколений идиотов которые вообще не понимают что происходит вот и вы сейчас вот тут купаетесь вот этих кувырки подпрыгивания слабоумия лопатания о сказочных если что это янтоплис он в россии прям очень там известен знаменит его показывают школах на уроке физики личность у него канал но на этом видосе конкретно там пять с лишним миллионов просмотров 5 и 7 что это кто это будем все слышали о нем да но мало кто понимает зачем он нужен бозон хиггса это финальный элемент пазла под названием стандартная модель что такое стандартная модель я нашел хорошее сравнение стандартная модель это код нашей вселенной если компьютерный код это единички и нули то под нашей вселенной выглядит вот так вот он сказал что такое стандартная модель а формально по юридической части по научной части стандартная модель это представление группы идиотов о строении нашего мира. Вот это да. Группа идиотов является идиотами, потому что они нарушают законы логики на первичном уровне. Потому что у них ненаучные понятия смешиваются с научным контентом, в результате формируется слабоумная, лженаучная концепция вселенной, которую они распиарили. Здесь уже не упоминается, что это вот состоит из такого бреда. И доверчивый зевака, который сейчас нам пересказывает своими словами о и так далее. Универсальный код ко всему на свете. Все, что мы знаем на сегодняшний день. Все люди. Воздух, вода, небо, планеты, солнце, тепло, которое вы ощущаете, картинки в инстаграме, галактики, черные дыры, ваша собака, ее лад, вообще все звуки и запасы. И даже ваша мысль включить этот выпуск состоит из этого. Ну что, стало понятно? В представлениях идиота состоит из этого. Понятно. Не так уж и сложно, правда? К материи и стандартной модели мы еще вернемся. А сейчас давайте поймем, что такое бозон Хиггса и какова его роль. Самая знаменитая формула, Е равно МЦ квадрат, говорит, что масса и энергия – это одно и то же. То есть на языке физиков Я – это 6 квинтиллионов джоулей или 70 килограмм. 69 килограмм и 265 грамм из этого – энергия, которая связывает частицы в моем теле, не давая им разлететься и рассыпаться, как в последних мстителях. А вот остальные 735 грамм – это и есть частицы. Странно, да? И вот эту массу им дает поле Хиггса с помощью бозона Хиггса. Частицы движутся сквозь них и вязнут, как ложка в меде. Очень такая веселая концепция. Дело в том, что частицы – это движущаяся какая-то планетарная система. И подписали вы там столько-то процентов этих частиц или не подписали, вот реально они ничем не отличаются от пронумерованными вами частицей, которые вы тогда в черепушку человеку положили, да, и остальные частицы, из которых он состоит, они ничем не отличаются физически. Они, собственно, состоят из одной и той же материи. Если их, грубо говоря, на протокуантовом уровне раздробить, обратно их свернуть, в данных условиях поселения, они опять же свернутся в подобие первой группы частиц. Ничего не поменяется. Распознать на уровне, на этом частиц одно от другой, если их расщепить на протокуантовом уровне, вы тоже не сможете. Это одно и то же, одна и та же материя, которая ничем не отличается. И вводить какие-то там дополнительные бозоны Хиггс, чтобы они там обеспечили массу, инертную массу для такой-то группы частиц, это бессмыслица полная, это люди не могут сосредоточиться. И вот эта вот вся модель стандартная, она вот такая. Модель, предоставленная людьми, не способными сосредоточиться, которые на уровне первичных взаимодействий протупили вместе с этими товарищами, группой академиков. Такая печаль. Вы об этом, наверное, никогда не узнаете. Вы веруете в свои концепции. Вспомните, как тяжело бегать по песку. Чувство такое, что у вас увеличилась масса. Также и частицы пробираются сквозь поле Хиггса, получая таким образом массу. Чем больше вязнешь... Вот обратите внимание, да, вот как это все сгущается над разумом, над наукой. Дебилы придумали темные норы, дыры, энергии, темные материи, да, сейчас поле Хиггса. Вот неведомые сущности, которых не существует в природе, они плодятся, плодятся, плодятся. Это вот средневековье такое ведьмовское. Ведьмы придумали там что-то, да, вот такое. И то же самое с физикой становится. Неадекваты прорвали физику, захватили все и придумывают вот что угодно. Любой бред придумывают и зеваки повторяют. Политики, очарованные вот этим лопотанием, выделяют деньги на адронные коллайдеры, на прочие вот эти многокилометровые сараи, с помощью которых они могут поиграться, не располагая интеллектом, чтобы трактовать результаты адекватно. Это ужасно. Тем больше масса. Все пространство Вселенной пронизано полем Хиггса. Поэтому где бы ни появилась частица, поле Хиггса всегда подскажет ей ее массу. Именно так частицы и понимают, кто они есть. Другими словами, без поля Хиггса электрон сомневался бы в том, что он электрон. Если бы мы могли видеть поле Хиггса, то людей в нем бы видели примерно вот так. А хлопок руками это возмущение поля, то есть тот самый бозон Хиггса. Вот так выглядит матрица, в которой мы живем. Эту частицу СМИ прозвали частицей Бога. Получить ее в чистом виде невероятно сложно. Она существует в нашем мире всего одну септиллионную долю секунды, чтобы поймать ее и построили большой адронный коллайдер. И он находится здесь, в Швейцарии. Ну, как бы концепты там вообще все красиво делают. У нас есть такая штука. Она есть, она точно есть. У нее есть и свое поле, и это. Но поймать ее невозможно. Мы ее вам никогда не покажем. Все прям красиво. Все как хорошие сказки про жуликов. Что-то есть, чего нет, чего мы вам не покажем. Ну, мы вам покажем. Швейцарий, прямо подо мной. Идея за этим простая. Разбить протоны и посмотреть, что из этого получится. Все начинается с этого баллона, как у сварщиков. Внутри у него обычный водород H2. Но нам нужен не он, а его протоны. Для этого атомы водорода ионизируют. То есть просто отрывают от них электрон. Затем их запускают в линейный ускоритель. Это, по сути, большой электромагнит, который играет роль первой ступени ракеты. Их запускают пучками по 30 сантиметров. Или по-научному банчами. Затем протоны запускают в бустер, который разгоняет их до 91% от скорости света. Потом синхротрон, где они разгоняются до 99,9% от скорости света. Затем суперсинхротрон разгоняет их еще сильнее. И, наконец, банчи выпускают в главное кольцо длиной 27 километров. Это на 7 километров больше, чем кольцевая линия московского метро. Только вместо поездов здесь гоняют банчи протонов. И здесь они разгоняются до вот столько процентов от скорости света. Это максимальная скорость, которую когда-либо получал человек. 27 километров вот такой трубы. Внутри такое количество магнитов, вот они, что хватит, чтобы разогнать Боинг 747. Одни магниты ускоряют пучки. Каждый раз даваем электромагнитный пинок и изгибают их, чтобы заставить вращаться по кольцу. А другие удерживают протоны вместе, не давая им разлететься. По сути, представьте, сколько денежек потрачено на игрушку людям, которые не могут сосредоточиться. Это прям нормальные капиталозатраты. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok